После теракта в Санкт-Петербурге повышены меры безопасности и в Челябинске. На вокзалах и в аэропорту дополнительные наряды тщательно досматривают багаж. Это распоряжение Росавиации и российских железных дорог. Усилены меры безопасности и на общественном транспорте Челябинска. А в Златоусте досматривают автомобили, заезжающие в город. Первые результаты работы спецслужб в репортаже Ивана Лежнина. На Челябинском транспортном предприятии, не дожидаясь приказа антитеррористического комитета, ввели по распоряжению директора свой внутренне усиленный режим. Водители и кондукторы постоянно проверяют и кабину, и внутри вагоны на наличие посторонних предметов. Но в связи с событиями в Санкт-Петербурге эта работа проводится теперь намного чаще и тщательней. Увеличилось количество обходов охранников, то есть сокращено время обхода территории. Более часто проверяется подвижной состав, который стоит на вере. То есть перед выпуском это само собой проверяют водители постоянно. Ужесточен пропускной режим на проходной. Усилили меры безопасности и на железнодорожном транспорте. В здании вокзала дежурят полицейские совместно с сотрудниками внутренней безопасности. Кроме того, само здание вокзала и прилегающую территорию постоянно обходят кинологи с собаками и проверяют все поезда, которые только прибыли на вокзал и готовятся к отправлению. Люди, находящиеся в здании вокзала, говорят, что за время пребывания там 10-15 минут к ним подходят с проверками не по одному разу. Смотрели сумку, проверяли документы мои. Значит, спрашивали, есть с собой запрещенные вещи. И смотрели сумку, открывали, смотрели как положено. Вот когда я заходил, проверяли, и потом девушка с собакой проходила. Подходили тоже. Спрашивали документы, вот так вот. Введенный усиленный режим уже дает первые плоды. Как на вокзале, так и в аэропорту. Помимо прочих мер безопасности у всех людей проверяются документы по федеральной базе данных. И уже сегодня утром с рейса Челябинск-Москва сняли одного пассажира. Он находился в федеральном розыске. Как установили транспортные полицейские, мужчина 1971 года рождения находится в федеральном розыске за органами внутренних дел города Омска по подозрению в совершении разбоя. Гражданин был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время мужчина передан инициатором розыском. Еще один случай произошел сегодня утром в Копейске. Там, возле ДК Кирова, обнаружили подозрительный чемодан. Тут же эвакуировали всех детей, которые находились на занятиях и вызвали спецслужбы. По факту они провели обследование данного предмета. Проверили здание полностью еще. Проверили обследование здания. Проверили на предмет посторонних других предметов, которых не выявили, к счастью, к нашему. Усиленные меры безопасности введены по всей области. В Золотой Устье сегодня на всех въездах и выездах из города расположились дополнительные посты полиции. Там останавливали все и большегрузные легковые автомобили для проверки документов. Нарушителей пока не выявили. Усилен контроль на въездах и выездах и в самом Челябинске. В соответствии с действующим законодательством организованы мероприятия по досмотру транспортных средств и граждан. Усилены меры безопасности на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, а также на режимных объектах. Увеличена плотность наружных нарядов полиции в местах массового пребывания граждан. Приняты меры по усилению миграционного контроля. Работа в усиленном режиме в Челябинской области будет продолжаться до особого распоряжения.